здравствуйте уважаемые зареченцы еще недавно мы с вами поздравляю друг друга с новым годом да валы точно а уже сегодня какое февраля 2 февраля 2 февраля февраль уже январь пролетел поэтому давайте вместе с нами обсудим какие же какими же все-таки главными событиями отметил с последней недели января предлагаю начать с того что пенза изменила для зареченцев схему заезда собственно в пензу а ты уверен что она ее изменила ну во всяком случае я в пятницу разговаривал с олегом николаевичем володином директором центр организации дорожного движения города пенза и он мне подтвердил что на следующей неделе знак который стоит на улице транспортной перед мостом будет открыт и зареченцы не смогут заезжать в пензу через бакунинский мост а о том как это будет давай посмотрим сюжет да давай потому что это всем интересно кирпич около моста над старым руслом суры уже установили правда пока знак скрыт под черным пакетом ездить по старому со следующей недели здесь смогут только маршрутные автобусы в отношении остальных въезд под запрещающий знак будет трактоваться как выезд на полосу предназначенную для общественного транспорта а это штраф в полторы тысячи рублей этот участок водителям рекомендует объезжать либо по улице чадаева проехав через ахунский переезд либо доехав до нефтебазы свернуть на перекрестке на гпз с улицы свободы от магазина лира съезд будет возможен только на кустанайскую улицу слушай ну вот мы посмотрели как это вроде должно предполагается предполагается да а если будут недовольные недовольны будут в любом случае но ты помнишь что в октябре ноябре володин приезжал заречный провел почти десяток встреч со всеми категориями горожан начинает почетных граждан заканчивая предпринимателями да было много высказано зареченцами предложений многие из них были дельными и володин с ними согласился поэтому практика покажет да и он обещал что все будет в таком режиме не мертвым а живу то есть всякие изменения будут вноситься оперативно если они потребуются ну жизнь покажет посмотрим ясно я что хочу к этому добавить схема движения это как бы схема да главное чтобы ездили туда-сюда вот ты знаешь много копий было сломано по поводу повышение стоимости проезда да я вот сегодня лично наблюдал едучи из пензы заречной как это все происходит на самом деле многие знают но на всякий случай спрашивают водителя автобуса или то есть водить водить маршрутного средства да или кондуктор автобуса тридцатник вот именно так тридцатник до те кто дает обычную сумму они говорят а сегодня уж него дня вот я возмущающихся не видел да хорошо я доплачу на самом деле да спокойно а я подготовил некоторую статистику я уточнил сколько было приобретено проездных билетов за неделю с 29 то есть вот тех самых льготных да ну а сейчас только льготные проездные остались может быть еще раз стоит на это обратить внимание уважаемый зареченцы сейчас остались только льготные проездные билеты так вот с 29 января было приобретено студенческих 90 билетов ученических 85 школьных 290 пенсионных 440 социальных 980 вот так вот ажиотажа нет спокойно на в автотрансе в двух кассах яркоцы но собственно в главном офисе и на улице на проспекте победы можно спокойно приобрести билеты они будут продаваться на февраль до 8 февраля в автотрансе и до 9 в кассах яркоцы контрафактные огурцы как тебе тема отличная тема отличная тема да вы какие огурцы предпочитаете покупать зареченский пензенский или вообще импортные вы знаете какие попадут ну маши пензенский зареченский но импортный какие они там не знай импортные не нравится есть да зареченский а почему говорят хорошие лучше зареченский почему зареченский то что больше доверяем во всем мире есть подделки ну к сожалению панасоник поднимаю но все подделывают но самое интересное подделывают зареченские огурцы не сами огурцы и запроса понятно по ценники и я вот думаю что у нас ведь у зареченского какой бренд лось 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 а я думаю что вот сейчас предлагал огурец лось с огурцом этот урожай в зареченских теплицах ждали с волнением и нетерпением огурцы выращивали по-новому в кубиках из минеральной ваты благодаря системе капельного полива вместе с водой нужные для роста вещества быстрее попадают к корням растения а значит огурцы быстрее развиваются и раньше плодоносят обещали что новая система выращивания даст больше урожая причем говорили что вкусовые качество любимых зареченцами огурцов ноу-хау не испортит и не обманули обещание я давал что вкус не изменится на самом деле так оно и есть вкус замечательный кстати первая партия тепличных огурцов поступила в продажу только в пятницу то есть все что до этого момента лежала на прилавках под маркой зареченского производителя обман для меня очень прискорбно что некоторые ну скажем так не совсем честный на руку предприниматель наши городские выдавая неизвестной породы огурец за огурец заречного города заречного зная то что жители этот огурец уважают любят выдают и продают по таким баснословным ценам аж 320 рублей это дороже мяса зареченские огурчики в разы дешевле всего 180 рублей за килограмм на нестандарт цена еще ниже собирать огурцы в зареченских теплицах будут до конца февраля за месяц с четырех гектаров планирует собрать семь тонн огурчиков молодец агеев к следующей теме переходим давай гололед к сожалению несмотря на требования главы администрации вячеслава гладкова победить за неделю гололед победить его коммунальщикам не удалось увы но перебью тебя сразу коммунальщики стараются вот на некоторых дорожках просто наверно там песка больше чем летом под тротуарами идет теплотрасса и это кстати на улице конституции и действительно снега нет льда нет уже он растаял а песка вот так вот много поэтому стараются но гололед стараются но гололед вот прогноз погоды говорит о том что в самое ближайшее время температура может подняться до плюс восьми до плюс восьми плюс 8 а коммунальщики заверили руководству города что как только потеплеет они тут же уберут весь лед посмотрим хорошо наверное одним из шагов для того чтобы максимально эффективно и быстро это сделать стало то что все трактора вся уборочная техника теперь оснащена системой глонас и каждый трактор все свое рабочее время по специально разработанному маршруту будет очень эффективно убирать этот самый лед посмотрим сюжет то есть если поехал к тещи на обед тебя сразу зафиксировать тебя сразу зафиксировать посмотрим давай посмотрим уйти с рейса пораньше или отклониться от заданного графиком курса уже не получится за уборочной техникой комбината благоустройства теперь наблюдает большой брат тракторы самосвалы и грейдеры оборудуют системой слежения да бывают случаи что трактор работает не по назначению то есть не там куда его направить но с этим боремся конечно в том числе эта система я надеюсь что нам это поможет у нас разработана схема очистки внутриквартальных дорог от снега то есть мы можем просмотреть здесь в каком направлении двигался трактор где он стоял что он делает в определенный момент а теперь уважаемые телезрители давайте посмотрим дайджест основных новостей который мы с владимиром может быть не смогли так широко обсудить но они в заречном имели место на этой неделе с 1 февраля будут проиндексированы трудовые пенсии у более чем 17 тысяч зареченцев увеличится доходы в среднем по городу прибавка составит около 600 рублей средняя пенсия составит 9964 рубля оказывается крыши можно ремонтировать и зимой крыши на линии на 56 стекла два года летом уже с кх денег на ремонт не нашлось а зимой спасти положение предложили компании мой дом по словам директора компании игоря шунина зимний ремонт кровли на качество не повлияет рабочие использовали особый материал его можно растилать и при отрицательных температурах правда стоит покрытие дороже зато срок службы до 25 лет светлана грачева инструктор по физической культуре детского сада номер 4 стала победительницей всероссийского конкурса за последние два года это уже вторая ее победа на состязаниях столь высокого ранга 2010 году светлана была первой финале конкурса урок физкультуры 21 века теперь она удостоена диплома и медали за победу в профессиональном состязании мой лучший урок среди полутора сотен педагогов со всей страны зареченка признана лучшей улица конституции превратилась в экспериментальную площадку гор электросети здесь приступили к установке светодиодных светильников одни заводские а другие зареченского школьника леонида клепова проведем испытания сравнительные испытания определим характеристики и примем решение какие светильники использовать вот на этой улице если испытания пройдут успешно зареченские светильники зажгутся по всей улице конституции тысячу заболевших за неделю зарегистрировали зареченские медики врачи уверяют что причин для беспокойства нет это обычный сезонный подъем заболеваемости вместе с тем появились первые случаи гриппа такой диагноз поставлен 14 больным в учреждениях образования и медико-санитарной части введен противоэпидемический режим зареченцы заречному так называется проект стартовавший в преддверии 55-летнего юбилея города в течение года со всех концов страны будут приезжать в родной город музыканты первый концерт дали скрипачки артистка академического симфонического оркестра московской филармонии ольга винокурова преподаватель по классу скрипки детской школы искусств юлия житкова и студентка саратовской консерватории александр демченко зареченские баскетболисты наконец прервали череду поражений в очередном домашнем матче союз одержал победу зареченцы принимали северсталь из череповца эта победа позволила зареченцам подняться с 15 на 12 строчку в турнирной таблице чемпионата россии зареченский самбист владимир балыков за последнюю неделю завоевал серебро и бронзу на крупных российских и международных стартах 4 бронзовые серебряная и золотая награды таков итог выступления зареченцев на чемпионате и первенстве приволжского федерального округа по карате в тольятти самым ценным игроком ассоциации студенческого баскетбола россии назван 19-летний зареченец станислав сарафанкин сейчас станислав представляет пензенский строительный университет 24 лучших игрока студенты были приглашены в екатеринбург на мастер-классы американских тренеров кульминацией четырехдневного марафона стал матч звезд по его итогам наш баскетболист был признан самым ценным игроком студенческой ассоциации в художественном музее салоне имени лермонтова открылась новая выставка в экспозиции представлены работы двух пензенских авторов скульптора бориса кочеровского и художника александра роганина владимир вот в заречном есть такая фишка в сми определять некую цифру недели для меня такой цифрой стала цифра следующая 547 нарушений правил дорожного движения за неделю обоснуй обосновывать я не буду эта цифра озвученная официальным должностным лицом начальником межмуниципального отдела внутренних дел вельданом узбековым я поправил несложные арифметические действия получилось в час три правила дорожных нарушений за речным за речным где ничего так где казалось бы движение это нет три нарушения в час это какая-то кошмарная цифра слава богу что полицейские работают в этом направлении мы сегодня здесь собрались детьми провести акцию водитель пропусти пешехода потому что действительно в россии в нашей стране очень много на дорогах гибнут пешехода и вот сегодня мы призываем всех водителей к соблюдению правил дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными но у меня есть другая цифра недели 200 тысяч рублей что 200 тысяч 200 тысяч рублей жители города заречного взяли и отдали просто так добровольно неизвестно кому как по телефонному зла телефонное мошенниче телефонное мошенничество опять активизировал как раз твердили да 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 и это опять продолжается твои предложения по мои предложения мои предложения обсудить эту тему с психолога хорошо и так как мы обещали во второй части нашей программы мы беседуем о том почему люди вот так вот собственно говоря берут добровольно и свои собственные нажитые непосильным трудом деньги вот мне кажется в ходе разговора мы договоримся или а поймем добровольно ли сегодня обсудить эту проблему мы пригласили ольгу германовну миронову председателя ассоциации практических психологов города заречного здравствуйте здравствуйте добрый вечер может быть сюжет для начала да давайте посмотрим телефонный звонок и голос близкого человека умоляет о помощи равнодушным в такой ситуации остаться трудно на это и рассчитывают любители легкой наживы новые схемы скажем так не изобретаются злоумышленники идут по старому маршруту то есть звонок сотовый либо домашний телефон сообщение о том что близкий родственник попал в беду либо дтп либо задержан с наркотическими веществами либо совершил какие-либо хулиганские действия состояние алкогольного опьянения которые повлекли соответственно эти действия наступления каких-либо тяжких последствий и соответственно уже как я уже говорил требуется необходимая сумма денег для урегулирования вопроса с правоохранительными органами несмотря на многочисленные предупреждения горожане продолжают попадаться на удочку телефонных злоумышленников с начала года на территории города зарегистрировано уже 10 случаев подобного мошенничества только за последние дни января три зареченки поддались на провокацию и перечислили на указанные им номера несколько десятков тысяч рублей в большинстве случаев мошенники звонят из других регионов раскрыть такие преступления очень непросто ольга германова вот я не знаю я все-таки эту проблему не нахожу как криминальную обман проблема психологическая вот скажите пожалуйста почему люди вот на это клюют вы знаете цыганки да это отличные психологи я об этом хотела сказать что прогресс идет вперед и все что все что делали цыгане в свое время наводили транс вводили в заблуждение все это с помощью технологий современных вот сотовой всяких связей интернета оно просто приобрело ну скажем так всемирный масштаб я готовясь к передаче прочитала в интернете что белгородская область жители добровольно отдали 11 миллионов рублей вот кстати кстати добровольно пока мы смотрели сюжет вот мне принесли цифру да ты сказал что 200 тысяч отдали зареченцы вот это одна зареченка отдала 200 тысяч конечно всего отдали более трехсот пятидесяти тысяч представляете 200 тысяч а значит у людей есть деньги это другая тема да это другой да и что на самом деле ведь это это действительно транс это гипноз я так понимаю я сейчас просто расскажу на примере который случился буквально месяца два там назад с моей очень близкой знакомой прям вот живой пример 3 часа ночи звонок причем не на стационарный в смысле не на сотовый телефон на домашний да сразу говорю что когда я спрашиваю что это вообще знала об этой ситуации конечно знала но я знал что это сотовые телефоны то есть вот такая вот маленькое несоответствие уже все да 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 вот сотовый да и тут три часа ночи да и голос родного сына который показалось абсолютно наука его прям узнала да плачет как мам я попал в беду в общем ну схема обычная транспортное происшествие сейчас я тебе дам трубку и женщина трубку говорит ваш сын попал сбил там или сбил или какую товарищ совершила срочно срочно нужны деньги и вот ну она деньги не отдала это я об этом не буду говорить вере дальше скажу почему но я спрашиваю что с тобой происходило в этот момент она говорит шок и так первое правило на которые на которые работают вот такие мошенники первое это неожиданность неожиданность который в основном проявляется ночью да неожиданность смена путей вот сообщение вывести человека из равновесного состояния да да первое то есть это неожиданность второе однозначно информация должна содержать в себе беду трагедию когда идет шибко абсолютно мозгов у человека и в основном это использование но как бы истории своих близких родных людей то есть людей за которых мы больше всего переживаем да то есть клинит совершенно испуг причем этот родной голос и значит а почему голос родным показался потому что сначала крыса нет я тоже подготовилась вот пополазил в интернете сейчас очень много есть даже фотографии присылают с лицом вот пострадавшего родного человека хотя он в это время спит дома одноклассники контакты телефонные переговоры записывать я хочу вас перебить валу ты говоришь почему голос родной в три часа ночи ну три часа ночи с трех до пяти это самый есть упадок жизненных сил человека и есть такая самый низкий уровень жизненных сил то есть есть и любой голос родным покажут если если кто-то просит о помощи есть и эта ситуация когда с перепугу типа похож да а есть когда действительно списывать то есть вообще было ощущение вот у меня вы хотите сказать что готовится заранее работать с конкретным человеком кто-то знает кто-то отслеживает ситуацию раньше ты говорили такую информацию что это просто потоком да потоком и тот кто клюнет с тем работают а вы говорите совершенно вот эта история готовились я говорю ты прям уверена что это голос ребенка это однозначно я говорю я просто полезла интернет что записывать телефоны разговора то есть идет передача информации плюс еще звонят нередко тем у кого точно знают есть деньги например человек совершил продажу квартиры машина там чего-то эта информация тоже передается каким-то образом получается это не просто какие-то одиночные мошенники это целые какие-то синдикаты которые проводят огромную оперативную работу прежде чем я просто хочу сказать значит у нас с тобой денег нет слава богу и мне не разу не звонить и мне не разу не звонить итак это вот первая неожиданность второе это беда трагедия которая не может оставить безразличным человека третье вот у нас наверное есть какая-то иллюзия но может благодаря вот тем ситуаций которые происходят что деньги решают все дай деньги и я решу как эту тему я бы не стал поднимать да но это это такие но тем не менее на это глобальные проблемы россии валу на это клюют я дам деньги решу проблему все да да у нас в нашей культуре нет извините если виноват пусть отвечает у нас нет в нашей культуре четвертая иллюзия как на которую тоже люди клюют еще одна иллюзия что со мной это не случится я чё дурак что ли это с кем угодно может случиться и как и когда это происходит но я сама пережила точно такой же опыт с цыганами вот я-то точно знаю вообще я-то психолог председатель ассоциации невозможно обмануть и развели только насчет раз вообще вот твои денег нет и приди завтра или в шесть часов вечера я прям куда-куда вот то есть и большинство при том что большинство обманутых признаются что они вообще знали об этом тогда у меня вот такой вопрос если уж что называется оль тебя развели то тогда чего делать то обычному-то гражданину сидеть и ждать когда позвонят и отдать деньги написать в интернет у меня у меня денег нет да ну вот слаб человек наверное значит но я просто последовательно чтобы не сбиться до 5 это быстрота действия тех кто звони да они говорят быстро они держат в ситуации в темпе человек не готов минуточку минуточку в этой ситуации не получается сказать поэтому они заговаривают используют все способы наведения транса я сейчас не буду их рассказывать чтобы никто не воспользоваться ну уже мы поняли что только профессионал высочайшим уровнем может да 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 значит вот этот момент то есть быстрота действия они ведут реально ведут и вот мою мою знакомую спасло наверное то что она начала простите схлипывать рыдать и как же так и так долго она вот себе позволял вот когда она просто проплакала ты поняла они сказали мы больше извините на телефоне денег потратить и тогда женщина взяла трубку которая представилась там следователем который тут же оказался на месте вот вот этой трагедии да она сказала хватит и стереть то есть время идет цепь разговора теряется и потом отключили трубку ну то есть поняли наверное что здесь не пройдет это вот значит быстрота действий за заговор такой вот наговор с разный прием не буду еще раз говорить шестое вот тоже прочитал в интернете обзывания 50 человек один обязательно клюнет среди нас есть люди достаточно внушаемые подверженные вот от рот откроют вот и и смотрят и слушают и абсолютно этому верят но еще раз говорю цыгане они тоже считывают вот так сказать на какую там педаль нажать и седьмой фактор все-таки это специфический возраст людей наиболее доверчивых конечно это люди пожилого возраста но я сейчас не говорю про детей чуть детей взять так который тоже относится к этой категории вот кстати о детях школа школа учит школа воспитывает у нас в школе есть уроки химии физики до математики физкультуры сейчас даже урок православия и а практическим вещам мы наверное детей не скажем так как коммуникативным да вот таким вот элементарно да вот еще раз про коммуникативные навыки вот сидит профессионал высочайшего класса который был разведен неграмотной наверное не умеет читать в школе не учили в университете это было на заре моей практической работы я вернусь к своему вопросу что делать то тогда я сейчас еще одну вещь скажу и скажу что делать прям рекомендации да то есть для того чтобы люди понимали а почему вот когда я в состоянии аффекта я значит ведусь на эту ситуацию а вот в состоянии аффекта не ведусь это работа головного мозга как один психолог сказал когда с вами работают мошенники они отключают одну половину головного мозга левое полушария который отвечает за волю за контроль за рассудок а состояние аффекта это очень сильная эмоция это страх а там начинает выплывать работа правого полушария непроизвольные действия хаотичные подсознание это абсолютно да с хаотичные действия нерациональные а логичные но как можно правда пойти ведь рассказывать что идет прям в банкомат и снимать это у нас же был случай когда позвонили женщине все и объяснили да куда идти куда только вспомнила что сын-то ее в поседней комнате спи вот но это уже вот то есть это отключка реально левого полушария отвечающие за разум условно говоря да и выход на работу с правым полушарием опять через манипулятивные техники которые известны работают с массами населения психологи грамотные но первое я бы хотела вот я сделаю это последним но самое главное первое да молодым людям которые в курсе которые следят за всем однозначно предупредить своих родственников пожилых родителей вообще об этой ситуации однозначно рассказывать второе немедленно отключить телефон просто немедленно вот на уровне автоматизма если действительно случилась беда то будет конечно повторный звонок безусловно да но отключка телефона уже делает некоторую шибку дальше если все-таки звонит и нервы не выдерживает и там женщина чаще всего это женщина берет трубку то нужно он звонит нужно выждать вот там считать раз-два то есть пусть он звонит да в это время она приходит некое состояние покоя и если все-таки вышла на разговор не удержалась то вот задавать массу тупых дурацких вопросов где когда в какой одежде какая машина я чё-то не поняла то есть сшибать по мне же тоже свой сценарий разговора и не надо туда встревать надо говорить да понятно я все понял вот у нас к сожалению время неумолимо перезвонить пострадавшему сразу же те кто как бы поставили родственники близкие которые находятся в этом окружении хорошо вот ольга германа я как бы вот финал финал да хотя у нас с тобой денег нет нам не звонят но я для себя некую линию поведения у меня дочери хоть и не очень молодые но в достаточно таком возрасте доверчивым доверчивым да я для себя что выработал если вдруг мне позвонят я скажу извините я в ванной в туалете где угодно позвоните через две минуты как агенте да хотя бы это уже будет менее интересно машины звонят или не проваливания да будем надеяться что тебе не перезвонят а если перезвонят посмотрим сколько я не хочу отдашь денег у меня нет нет и что за эти две минуты будет уже давайте завершать да спасибо герман спасибо спасибо будем надеяться что уважаемые зареченцы воспользуются этими советами а у меня такое впечатление сложилось что нужно проводить специальные тренинги для того чтобы довести действие в такой ситуации до автоматизма спасибо практика практика говорит вот за это ровно 70 лет назад 2 февраля 1943 года победоносно завершилась сталинградская битва с чем я и хочу поздравить всех зареченцев и безусловно особо всех ветеранов великой отечественной войны но новость наша такая 35 вовы 31 января волгоградская городская дума приняла решение переименовать волгоград в сталинград дума 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 гордума без гордума волгоград в сталинград но только в дни празднования событий великой отечественной войны то есть 2 февраля день а в паспорте ленградской победы в этот день официально стальной волгоград должен именоваться город герой сталинград и так 2 февраля 22 июня 2 сентября это день окончания второй мировой войны 23 августа день памяти жертв сталинграда 19 ноября начало победоносного наступления с красной тогда армии под сталинградом вот в эти дни волгоград будет именоваться сталинградом ну то есть это такое ритуально политический ритуально политической события уважаемые телезрители все-таки сталинградская битва как учит нас история положила начало коренного перелома в великой отечественной войны в войне уже после этого красная армия не отступала она только шла вперед и в конце концов дошла до берлина поэтому конечно событие это знаковая мысль вас всех еще раз поздравляем поздравляем и прощаемся с вами на неделю и пусть за следующей неделе будет лучше и интереснее чем прошедшие все добро и и и и и